Тема, которую ждали многие, любви, был посвящен 8-й клуб благополучия в Украине. Вебинар прошел 13 сентября 2014 года. Ведущий специалист Института инновационных психотехнологий Антон Ковалевский в режиме онлайн продемонстрировал участникам, как стать счастливыми в любви и сексе, взаимоотношениях с близкими людьми, с помощью уникальных психотехнологий авторского метода интегрального нейропрограммирования Сергея Викторовича Ковалева, руководителя Института. Всем здравствуйте! Поставьте плюсики, кто меня видит и слышит. Доброе утро! Так, все прекрасно. Очень рад всех видеть в это осеннее субботнее утро. Рекомендую делиться динамикой, задавать вопросы в чате, описывать, какие у вас появляются образы, ощущения, все остальное, и тогда вы получите обратную связь и получите действительно пользу от вебинара. Традиционно наша съемочная группа знакомит вас с участниками Клуба Благополучия в Украине. И во время проведения вебинара по любви мы приехали в город, который идеально соответствует романтичной тематике сентябрьской встречи. Я уже очень многого получила. Во-первых, я работала на трех работах. Я так бежала, бежала. Я не видела никак... Я понимаю сейчас, и это четко прочувствовалось, это было бегство от самой себя. Да, это есть, все хорошо, но у меня же работа, зарабатываю деньги. Я проходила еще мужу много там, что я с ты, я зарабатываю, я такая вся классная. Я тоже очень многого изменила, потому что я уволилась со всех работ. Что тоже я очень многое ставлю на этот вебинар, в том плане, что... Мне кажется, что я не всегда поступала экологично. Ну вот как-то бежала-бежала, и потом вот мое здоровье мне дало знать, да, Таня, что ты-то делаешь не то. Где-то в чем-то ты уже перегибаешь палку, да, что ты начинаешь задыхаться. Остановись, посмотри, оглянись вокруг, да. И сейчас у меня очень сильно происходят изменения. Я вообще стремлюсь к тому, к кокейности в этой жизни. С одесситкой Таней Трещук мы познакомились почти год назад на самом первом занятии Клуба Благополучия, которое проходило в Киеве. Когда встречи перешли в формат вебинаров, девушка занималась исключительно по их записям. В этот раз у Тани был первый опыт освоения техник в режиме онлайн. И я думаю, что этот семинар, этот вебинар мне поможет более еще раскрыться. Любовь. Я думаю, что очень много мне позволяло любить. И часто мне задавало вопрос, я сама себе задавала такой вопрос, умею ли я любить. Да, я не говорю о детях, а вот так по-настоящему. Давайте сразу оговорюсь, что вызывает часто вопрос. Бессознательное, с которым мы работаем, это очень мощная структура. Там очень много ресурсов, оно безгранично сильно и гибко и так далее. И поэтому даже если мы технику останавливаем, делаем паузу, как-то там останавливаемся на каком-то определенном шаге, это на технику никак не влияет. Вы можете закончить технику на середине, продолжить через неделю, с этого же места будет все то же самое. Время для бессознательного идет нелинейно. У него там своя система времени. Поэтому смотрите, что получается. Когда мы работаем над техникой, если у кого-то получаются какие-то вопросы или еще что-то, то мы в зависимости от того, как идет общая группа, будем либо останавливаться и отвечать на эти вопросы, если их будет много, либо двигаться дальше, а на вопросы отвечать потом. Наша задача – обеспечить групповую динамику, общую, мощную, чтобы 80% слушателей двигались одновременно, синхронно. Те 20%, которые будут забегать вперед или отставать, вы пытаетесь подстраиваться под общий темп. Тема любви волнует каждого на разных этапах пути. Кто-то приходит к ее совершенствованию в самом начале, кто-то – проработав другие сферы жизни. Но ни одна из этих сфер в большинстве случаев не может быть полноценной, если в личной истории нет любви, которая делает жизнь насыщенной, яркой, дарит настоящее удовольствие от нее. Поэтому неудивительно, что этот вебинар собрал как никогда много новых участников. Человек, который счастлив в любви и у которого все хорошо, не будет подрезать вас на дороге, он не будет вас грубить, как-то попытаться вас обмануть или еще что-то сделать. У такого человека все в порядке со здоровьем, как правило. То есть любовь способствует здоровью, скажем так, а ее отсутствие, к сожалению, наоборот. В деньгах и в работе тоже гораздо комфортнее развиваться, когда есть такой тыл, прикрытие, как любовь, а еще лучше семья. И в данном случае, не думаю, что нужно много задерживаться на том, что любовь это важно, что любовь это актуально, потому что вы это знаете прекрасно, потому что вы пришлись сегодня на этот вебинар. И мы будем исходить из того, что именно мы хотим получить. А получить мы хотим не понимание, что такое любовь, не к какой-то там четкую терминологию и прочее. Мы хотим получить определенные взаимоотношения, в которых эта любовь будет выражена. То есть на выходе отношения с партнером, будь то мужчина, женщина, в которых мы счастливы, в которых чувствуем взаимность и в которых все прекрасно. Вот, собственно, цель. Мне еще, конечно, хочется каких-то взлетов. И я очень надеюсь, что этот семинар поможет мне найти то, чтобы сгомонизировать эти взлеты в моем муже. Ну, я, наверное, сейчас как-то стараюсь что-то где-то увернуть от каких-то разговоров. Ну, что в одном человеке, да, я... Не только мы сможем решать семейные вопросы, отношения детей, работы, там, как-то развитие друг друга, но также какие-то более глубокие, личные. И когда мы говорим про любовь в работе в интегральном нейропрограммировании, нам важно вспомнить вот такую сводную таблицу интегрального нейропрограммирования. Довольно часто я про нее вспоминаю, потому что она позволяет описать явление полностью. Как мы будем работать сегодня? Мы будем работать с тремя первыми квадратами. Когда мы говорим о направлениях, мы будем захватывать и симптомы, и частные проявления по проблематике, по почему мы одиноки, или по почему притягиваем несчастную любовь, или по почему закрываемся от нее. Поработаем с причинами и с тем, как именно организовать в нашем бессознательном условии для того, чтобы любовь раскрывалась, для того, чтобы мы притягивали в свою жизнь правильных людей, правильных партнеров, с которыми мы будем счастливы. А их не надо как-то искать, не надо что-то выдумывать, какие-то велосипеды выучивать, какие-то приемы флирта. Нужно просто выстроить правильную систему карт и программ, открыться любви и любить себя. Остальное все произойдет само, потому что, как мы говорили, бессознательная система очень мощная, и она создает условия на ура. И начинаем мы с мета-цели. Мета-цель. Мета-цель – это не просто формулировка «хочу любви» или «я хочу, чтобы меня все мужчины обращали внимание» и так далее. Это очень четкая вещь. Раскладываем мы ее по модели, на хорошо сформулированный результат. Итак, приготовьте бумагу, ручку, и давайте сформулируем цель, которую вы ставите для себя. Три важных условия. Цель должна начинаться со слов «я, Елена, хочу стать и быть женщиной, которая», или «я, Дмитрий, хочу стать и быть мужчиной, который», и так далее. Должна быть позитивная формулировка «без частицы не», и цель должна «греть». То есть она должна нравиться, нравится, должна быть приятной, и ощущаться такое тепло, легкое, приятное в теле. Очень четкая, ясно, ну, я ее вижу, так как это уже не первый вебинар, да, поэтому я вижу, и здесь она насыщенная, какая-то была насыщенная, более полная, вот та я новая, которую я смотрю. Ну, это реальная женщина, не то, что там фея какая-то с крылышками, да, нет, реальная женщина, которая ходит по земле, да, но чувствует себя легко, свободно. Поздравляю с отлично выполненной первой техникой, мы можем позволить себе отдохнуть 3 минуты. Переходим к интеграции качеств партнеров. Вот, смотрите, пока что инструкцию не читаем, давайте объясню вкратце, что мы будем делать. Как ведет себя с нами мужчина, зависит только от нас, ну, и, соответственно, как ведет себя с нами женщина тоже. Мы своим содержанием своего бессознательного вызываем и провоцируем определенные реакции. Женщина, которая настроена на то, что у нее будет негативные, несчастные, ужасные отношения, что муж ее будет обманывать, даже самого позитивного и образцового мужчину сделает обманщиком. Она его на это спровоцирует. Поэтому, когда мы интегрируем качество партнера так, чтобы желаемые проявлялись, а нежелаемые не проявлялись, мы работаем прежде всего с собой, исходя из того, что мы являемся источником того, как себя чувствует, ведет, проявляет другой человек. Если мы бессознательно обращаемся к его светлой стороне, вызываем в нем все самое светлое, доброе и хорошее, то, соответственно, он будет проявлять все то же самое. Поэтому нам нужно поменять себя и свои внутренние какие-то установки, внутреннее содержание бессознательного, для того, чтобы наш партнер проявлял то, что мы хотим. Это понятно, да? И давайте сделаем для нежелательных и неприемлемых. Точно так же в пространстве определяем два круга. Круг отдачи и круг получения. Отдыхаем, вывожу в эфир нашего уважаемого организатора Светлана, но ты на связи. Дорогие участники, я знаю, что сегодня в нашем мероприятии есть много новых участников. Я думаю, что все мы в ближайшее время обретем много любви, чего вам желаю. И сегодня впервые за все это время я хочу попросить Антона и участников предоставить невозможность также быть участником вебинара и, возможно, принять участие в одной из тех, если вы работаете над собой. Все в ваших руках. Будьте хозяинами своей жизни. И начало в свой путь. Никогда не останавливайтесь, потому что это такой процесс интересный и увлекательный. Главное не останавливаться, идти вперед. Вот, сексуальная вам работа. Антону удачи. Спасибо, Света. Очень приятно. Очень теплые, приятные слова. Подписываюсь, поддерживаю. И здорово, что есть люди, которые осознают, что изменения важны и возможны, и принимают участие в таких мероприятиях, что делает эти мероприятия возможными. Поэтому спасибо в первую очередь вам, уважаемые слушатели. И продолжим дальше. Все начиналось с того, что я выбрала профессию психологию. И я очень долгие годы искала себя, скажем так, в этой области. Пробовала многие разные направления психотерапии. И в конечном итоге я пришла к тому, что я хочу заниматься этой наукой. И я хочу найти такую психотерапию, которая поможет лично мне стать благополучной и даст эту же возможность другим людям. Попробовав из перечня разных направлений психотерапии, именно в интегральном, в нейропрограммировании, я свою разломанную жизнь на части смогла собрать. Возможно, еще не все я реализовала, как хотела, но если говорить о реальных результатах, то именно это направление изменило мою жизнь. Я нашла свое предназначение, чем я хочу заниматься. У меня наладились отношения с сыном. Я нашла свой смысл жизни, и теперь я могу сказать, что я являюсь хозяйкой своей жизни, возможно, не во всем, потому что я работаю еще над собой. Татьяна из Одессы. Приготовьтесь, я приглашаю вас на связь. Итак, какая у вас первая слабая сторона в вашем списке? Страх перед трудностями. Страх перед трудностями. Какие опасности из этого исходят? Я начинаю убегать. Внизу, вперед, начну как-то... Ну, убегать. Убегать. Стараюсь уклониться. Уклониться и прочее. Потому что отношения – это трудности. Есть такая карта, или есть какое-то такое предписание, или еще что-то. А поскольку отношения – это трудности, а я испытываю страх перед трудностями, значит, я буду блокировать эти отношения. Это я поясняю для вебинара, чтобы те, у кого то же самое, могли это в себе отследить. Сейчас мы изучаем технику, с помощью которой мы это можем проработать. И слабые стороны сделать сильными сторонами. Таня, увидите себя, которая олицетворяет вас боящуюся трудностей. Вот где-то в пространстве, в комнате, увидите себя, ту Таню, которая боится трудностей. Увидели. Увидели. Она вся такая будет характерная, она будет вся такая испуганная. Ну, в общем, это образ, который выражает вот эту слабую сторону. Так, прекрасно. Теперь сделайте следующее. Отодвиньте ее… Вот, сжатая, напряженная. Да-да-да. Теперь отодвиньте ее как бы в сторону, и за ней увидите другую себя, другую Таню, которая стояла за ней, которая блокировалась, вот этой вот испуганной. Какая другая Таня там будет стоять? Свободная, уверенная, красивая, очень нравится. Очень хорошо. Насколько баллов она вам нравится? Улыбается. Ой, ну, 10. 10, прекрасно. Мы вышли на то, что скрывалось за этим негативным образом, мы вышли на свое естественное, правильное состояние, которое поможет нам достигать эту мета-цель, которую мы прописали. Теперь делаем следующее. Вы видите сейчас в комнате двух Тань. Одна такая вся испуганная и сжатая, другая счастливая, расслабленная, замечательная. Отдайте испуганной все то, что связано с ней. Вот ощутите прямо в теле все, что связано с испуганной, привычки пугаться, установки, что отношения – это страшно и трудно. Что-то еще. Вот то, что захочется ей отдать, почувствуйте в теле и отдавайте одно за другим. И это лучше делать стоя. Вот прямо снимите наушники, встаньте, почувствуйте в теле, представьте, что у вас это на руках, и отдавайте ей все то, что с ней связано. После чего вернитесь. Испуганной, по-моему. Испуганной, да? Да, отдаем испуганной. Можно делать характерные жесты руками, можно просто представлять, что мы это отдаем. Ощущаем в теле, отдаем, ощущаем в теле, отдаем. Так мы исчерпываем вот этот весь вектор, импульс жизни в страхе. И, соответственно, в избегании трудностей, потому что страшно. Страх отношениям никак не помогает, поэтому мы это исчерпываем. Эта слабая сторона нам не нужна. Нам важно ее не только осознать, но и проработать через… Можно через эту текущую. Да. Очень хорошо. Оцените от 0 до 10, все ли вы отдали. 6. На 6. Отдавайте на 10, там что-то еще есть. Отдавайте, пока не почувствуете полную освобожденность и уже ненужность жить в этом виде. Очень хочется плакать. А, это хорошо. Это вы освобождаетесь от всего лишнего и как-то приходите в себя, как-то очухиваетесь от какого-то морока, от какого-то заколдованности, становитесь с собой, возвращаетесь к себе и, очищаясь через слезы, вы устанавливаете контакт с тем, что действительно сделает вас счастливой и благополучной. Поэтому все хорошо, плачьте, если хочется. Это хорошие слезы. Теперь, когда мы отдали все негативному образу, мы делаем следующее. Субтитры создавал DimaTorzok отложите наушники, встаньте туда и впустите ее в себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как дела? Хорошо. Очень хорошо. Это легкость почитала. Легкость. Вот, прекрасно. Приподнимите глаза под углом 15-20 градусов вверх, увидите себя со стороны в ближайшем будущем, посмотрите, что изменилось в вас. Какую себя вы там увидите в будущем? Дышите легко, наполнено, свободно. Здорово, классно. Очень хорошо. Скажите, поехали. Поехали. Все, очень все здорово. Спасибо огромное за демонстрацию. Сделайте вдох-выдох, возвращайтесь здесь теперь. И поздравляю с успешно проработанной одной из слабых сторон. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень хорошая демонстрация. Спасибо. Спасибо, Таня. Спасибо. Отлично. Прекрасная демонстрация. Спасибо, Таня. Сейчас сделаем все вместе, а пока отвечу на вопросы. Супер. Очень классно. Я даже... Нет, наверное, таких слов, которые можно передать, то, что ты чувствуешь здесь, внутри. Вот. Поэтому очень такое вот ощущение. Я делала вебинары, ну, в индивидуальном, дома. Это не то, конечно, по сравнению с тем, когда реально, да. Мне казалось, что такое невозможно. Что вот это возможно. Вот. И сейчас, конечно, мне хочется побыть в этом состоянии. Такое вот... То, что сейчас я почувствовала, испытала, это, мне кажется, само и с собой какое-то соприкосновение. С собой. И... Ну, очень-очень комфортное такое. Ну, желаю каждому стараться вот... Попробовать, если есть такая возможность, почувствовать то. Потому что никакие слова не смогут это передать, то, что мы чувствуем. В интегральном нейропрограммировании есть такой отличный принцип изнутри наружу. Вовне, в нашей реальности, воплощается то, что есть у нас в голове. И, соответственно, если у нас в голове есть вот это вот, что случится, если я не достигну цели, вот эти все ужасы и кошмары, то само наличие этой вероятности будет нас постоянно отвлекать. Мы будем думать, а что сейчас воплощается? Вот это вот, где все хорошо, или вот это вот? Мы рассеиваем внутреннюю энергию, мы начинаем об этом думать и прочее, прочее, прочее. Формируется образ нас, который не достигла цели. Этот образ нас является источником сопротивлений, страхов, вторичных выгод еще больше, чтобы ничего не делать, ничего не менять. Вот все, хватит там, застынь и живи, как живешь. И так далее. Откажись от этой цели, чтобы об этом даже не думать. И вот важно этот образ я, вот этот вот негативный, проработать, чтобы остался только этот образ я. Это чем-то похоже на первую технику, которую мы делали, но это другой уровень работы. То был событийный уровень, а это уровень образов я. Тех нас, которые либо достигнут цели, и все будет прекрасно, либо не достигнут, и все будет плохо. Как у женщины, у которой спросили, какова вероятность встретить динозавра на улице. Она сказала, одна-вторая. Либо встречу, либо не встречу. Здесь то же самое, здесь тоже есть такая категоричность. Либо я не достигну цели, будет все плохо, ужасно, либо достигну. Вот нам надо стать той, которая достигнет. Вебинар «Работа с любовью» получился настолько насыщенным, что большинство техник Антон Ковалевский провел в групповом режиме. А для демонстрации были выбраны самые показательные случаи и техники. Давайте теперь вторичные выгоды проработаем. Вот у вас есть инструкция. Как вы видите, она достаточно большая. Давайте сделаем в группе. Итак, то, что вы выписали в третьем пункте, это вторичные выгоды. У кого-то их три, у кого-то их пять, у кого-то их больше или меньше. Не важно. Представьте их в пространстве где-то, либо можете отмечать бумажками вокруг себя, можете просто представлять, а можете писать на бумаге. Теперь мы исходим из следующего. Эти все части хотят вам блага. Просто они делают то, что они умеют. Сейчас мы покажем, как будет реализовываться ваша жизнь, когда вы достигнете цели. И они увидят, что эта цель на самом деле и есть благо. И все их страхи не являются истиной. Все, чего не боялись, от чего хотели вас увезти. Может быть, они думали, что достижение цели будет слишком сложным. Может, они думали, что вы лишитесь свободы. Или придется все время искать компромисс. Или все время напрягаться, выглядеть как-то, как вы не привыкли и так далее. Сейчас мы это увидим и проверим. Сейчас где-то в пространстве появится большой экран, на котором вы увидите себя, достигших цели. И сейчас нам нужно интегрировать подлинный мотив, подлинный смысл достижения этой цели. Это ответ на вопрос, что не случится, если я не достигну этой цели. Это делается достаточно просто. Сейчас мы продемонстрируем это с Светланой. Светлана, включаю тебя. Привет. То, что было, уже нет. И оно было связано с очень многими переживаниями. Сейчас пришло просто спокойствие. И я хотела выйти в демонстрацию и понять, что с этим делать, что это означает для меня. Скажи, сколько у тебя пунктов в четвертом списке получилось? Что не случится, если я не достигну цели? Сколько там пунктов? Что может не случиться? Жизнь не случится счастливой, наполненной. Жизнь, любовь не случится. Что-нибудь еще? Семья не случится. Жизнь не случится какая? Счастливая, наполненная. Какая? Реализованная. Реализованная жизнь. Смогу быть собой, да. Да. Так. Любовь какая не случится? Взаимная, теплая. Взаимная, настоящая. Взаимная, настоящая. Семья какая не случится? Полная. Полная. Полная, счастливая. Вот у нас три подлинных мотива. Нам важно их интегрировать, чтобы наша мета-цель заиграла всеми красками. Делаем это мы при помощи следующей простой техники. Если это нравится, куда в тело хочется ввести? А в грудь, в солнечное степенье. Давай, вводи в себя и ощущай, что будет происходить, когда ты это в себя ведешь. То же самое повтори для взаимной любви, полной, счастливой и полной, счастливой семьи. Ощущение свободы. Ощущение свободы. Очень хорошо. А есть ли что-то, что еще хочется получить, принять как символ, как какой-то, да? Может быть, что-то итоговое, может, что-то еще? Чего не было в пунктах, но вот захотелось еще. Да, мне кажется, что-то связанное с деньгами, да, что не случится реализовать проекты, которые я очень хочу. И у меня есть страх, что я могу их не осуществить. Так, отлично. Ну и от этого залить, конечно, и деньги. Хочу вкладывать. Получи итоговый символ, объединяющий вот это все, гармонию твоей цели в любви и ее сбалансированность с целями по всем другим сферам жизни, тоже встань, получи как символ. Так, Светлана, как дела? Слезы? Да, это был такой, ну, этот образ отличался тем, что он, я как будто бы под колпак получила, да, какой-то колпак, ну, движется все вокруг меня, это очень большая скорость, и как бы... И это соответствует моей динамике, потому что я последние там месяца, два, наверное, я вот эту динамику, она как будто бы заморозилась, и тут вдруг почувствовала такую динамику, да, что... Прекрасно. Мне ее очень не хватало очень. Я поздравляю с возвращением себя, своей динамики, поздравляю, спасибо за яркую, прекрасную демонстрацию, очень здорово, отдыхай, вот, прекрасно, очень хорошо. Спасибо огромное. Спасибо, Света. Спасибо. Классное ощущение. Такая вот живость энергии после техники, и она соответствует вот моему ритму от природы, которой я очень часто его как бы не даю ему вырваться, это вот после этой техники. И зря, что я не выходила из декабря на демонстрацию. Я потеряла много возможностей, но я сейчас ее, этот опыт, вот, для меня он очень живой и настоящий получился. Это про меня, про настоящее. И на вот этой оптимистической ноте, когда у нас весь ХСР прописан, мета-цель мы интегрировали, делаем на основе всего визуализацию. Итак, создаем четкий образ нашей цели, и приподняв глаза вверх по другому 15-20 градусов, видим себя со стороны, достигшей цели, счастливую, радостную, довольную, регулярно, каждый день желательно. Когда мы говорим о достижении любой цели в сфере любви, мы говорим о следующих принципах. Принцип первый – источник любви внутри нас. Принцип второй – все старые любовные отношения должны быть закрыты. Третий – самодостаточность и наличие альтернатив должно быть. Далее – человек должен быть открыт новым отношениям счастливым. И должно быть соблюдение баланса «давать-брать». Давайте рассмотрим подробнее эти принципы. Новое было, в том числе и для меня, в групповом режиме давался раппорт со скептической частью, была интересная динамика, такая мощная техника. Интересно было интегрировать принципы. Работы было пять принципов, в том числе принцип самодостаточности, принцип открытости новым отношениям, принцип закрытости старых отношений, баланс «давать-брать» и другое. Было дано как технике. Была проработана модель «Русская матрешка» с включением других моделей, где каждый из положений, каждый из шаг формулирования цели, построения динамики, достижения результата сопровождался проработкой. Проработка каких-то своих внутренних моментов, которые при правильной работе, с которыми человек получает результат. А именно правильную настройку себя, своих внутренних ресурсов, своих установок на обречение счастливых отношений. Потому что это очень актуально и всем это надо. Значит, метазеркало с партнером как делается. Если у вас мужчины еще нету и вы хотите получить информацию, как вы глазами мужчины, как они на вас смотрят и как вы ими воспринимаетесь, то мы выбираем категорию мужчины. если у вас уже есть или молодой человек, или муж, или предмет симпатии, мы берем его. Ясность. Я увидела и почувствовала, самое главное, мне кажется, почувствовала ясность. Так тоже делаю, но вот слова Антона, вот эта речь, все вот ясность. И четкие очень ощущения, как будто вот это страх от бегства, это как будто у меня сто лет было уже. Это тоже мне вопросы, я хочу потом задать. Мне сейчас 33, а ощущение, что этому вот чувствую, он как будто сто лет. Вот я сразу, у меня такая мысль, что это сто лет ему уже, вот, и у меня прямая линия пронеслась, насколько я не только в личных отношениях там с мужчинами, но это и в профессиональных, и в любой ситуации, насколько это было удобно убегать и, наверное, отклоняться от ответственности. Второй способ получения информации, внутренний способ, то есть получение от своего бессознательного, не от мужчин извне, а от себя самой, называется символический сюжет моря, делается он очень просто. Представьте, море, пляж, вот вы попали на какое-то море, пляж, и посмотрите, что это за море, все ли там здорово и хорошо, чистая ли там вода, тепло ли там, или оно какое-то полухолодное, грязное или еще какое-то. Море символизирует, означает любовь. 90% вебинара, 90% динамики были направлены именно на построение взаимоотношений с мужчиной или с женщиной, в которых человек будет сам давать любовь так, как он хочет, принимать любовь как он хочет, чувствовать взаимность, комфорт, гармонию, счастье. В общем, то, что нужно большинству людей, чтобы им было спокойно, уютно и комфортно рядом с тем, кого они хотят видеть рядом. И вот то, как выстроить себя, чтобы привлечь такого человека, чтобы с ним было здорово и замечательно, и был сегодняшний вебинар. Техники интегрального нейропрограммирования, которые ведущий специалист Института инновационных психотехнологий Сергея Викторовича Ковалева дал на вебинаре Клуба благополучия по любви уникальны и удобны тем, что их можно применять, работая с разными сферами жизни, адаптируя под новые запросы. Впечатления вообще абсолютно потрясающие, я даже не ожидала от, ну, казалось бы, тема, конечно, очень обширная, обалденная. Но я вот закончился вебинар, и я не знаю, от меня, наверное, можно заряжаться, потому что во мне столько энергии, ну, я не могу перестать улыбаться, например. Мне кажется, это потрясающий показатель того, как... И при том, что работающая проделана буквально, ну, на 20%, поскольку это все, все-таки режим онлайн, вот, еще предстоит огромное количество всего сделать, но уже результат меня очень впечатлил. Заметно сразу то, что если ты делаешь практику хорошо, как говорит Сергей Викторович, не косячишь, я скажу немножко свое, то результат проявляется, ну, практически мгновенно, буквально несколько дней. То есть очень быстрый результат, что мне действительно очень так, ну, вот, потрясло. Не знаю много практик, я знаю, что, ну, для изменения все равно нужно какое-то время. Здесь изменения идут, ну, очень быстро. Но главное быть к ним готовым. Это оказывается тоже, тоже оказывается большая такая интересная штука, потому что когда изменения начинают идти, ты к ним не готов, почему-то становится как-то так очень некомфортно. Честно говоря, я даже не скажу уже, какая техника, но вот буквально там пару минут, и, я не знаю, все, и другой человек. Вот точка невозврата, наверное. Всем пока, всем счастливо, было очень приятно. До свидания. Я желаю вам расстроить любовь к себе в первую очередь, чтобы вы могли принимать любовь, давать любовь, и чтобы вы были свободны внутренне, и делали это радостно, счастливо. И стремились к этому, как к какой-то вселенской цели и так далее, а поняли, что это, и почувствовали, что самое главное, что любовь это нормально, что любовь это неотъемлемая часть жизни. И это такой естественный, правильный фон для достижения всем любви цели. То есть быть любимым и любить это абсолютно нормально, естественно и правильно для каждого человека. И для вас в том числе. Желаю вам раскрыть эту любовь, найти ее и жить в ней всю вашу жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok